Эту войну называют зимней, а еще неизвестной, незнаменитой и даже постыдной. Они постарались забыть о вместе с ней и о 120 тысячах погибших советских солдат. Но диорама, открывшаяся минувшей весной в самом центре Выборга, восстанавливает историческую справедливость. В воссозданном окопе противника сидит усталый боец с автоматом Суоми. Неподалеку на узенькой лодке Волокуша тащит в тыл убитого. Эта реконструкция говорит о многом. В первые недели финские воинские части формировались солдатами из одной деревни. И, конечно, никто не имел морального права оставить на поле боя убитого. Ведь это мог быть брат, друг, одноклассник или просто односельчанин. Глядя на красноармейцев, бросается в глаза их легкое для этого времени года обмундирование. Советские военачальники рассчитывали закончить войну уже через три недели и сделать подарок 60-летию Сталина. 21 декабря 1939 года войти в Хельсинки. Страшно себе представить, сколько солдат погибло не от пуль и снарядов, а от холода. Зима тогда выдалась особенно суровая. В ногах этого бойца лисья нора. Но в таких подземных траншеях скрывались не животные, грелись наши солдаты. А в землянках спасали самодельные печки. Их мастерили из найденных на хуторах ведер, котлов. Народная смекалка выручала бойцов. Как бы ни оценивали эту войну, несправедливо забывать о ее героях. Поэтому на диораме изобразили и фигуры реальных бойцов, заслуживших за свои подвиги на Карельском перешейке звание Героя Советского Союза. Один из них 22-летний связист Владимир Демура. Он тянул линию. Увидев, что расчет Максима убит, сам лег за пулемет и всю ночь до последнего отбивал контратаки финнов. Диораму часто посещают финны, поминают погибших близких. И они благодарны за то, что красные гвоздики лежат не только рядом с советскими героями. И в самом деле уже давно пришло время примирения.